Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 16 мая, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений коррекции 11 мая, пятница, это отметка 1.18.91, что в рамках часового таймфрейма пока нас переводит в фазу нисходящего движения. Но здесь в важном уровне будет выступать область поддержки 9 мая на отметке 1.18.17. Если говорить о дальнейшем снижении евро, то нам нужно увидеть уход ниже данного уровня с целями снижения до 1.17.23. Но пока торгуемся выше данного сценария. Данный импульс, который мы видели вчера, может остаться коррекционным перед восходящим движением с целями до 1.22 и 1.23. Соответственно, поэтому сейчас, ближайшие несколько дней будут в этом отношении показательны, будем следить за тем, как будет происходить движение. По паре британский фунт, американский доллар, общее направление сохраняется нисходящее. Здесь тоже уже многое не меняется более недели. Ближайшие цели по снижению это область 1.3304. А ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы можем говорить о возобновлении роста, это отметка 1.3614. По паре американский доллар, канадский доллар. Тенденция восходящая сохраняется. Вчера мы смогли подтвердить настрой восходящего движения. Доходили до уровня 1.2925. Следующая цель роста это уход выше отметки 1.30. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.2791. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое движение восходящее. Ушли выше максимума, в котором отмечали ранее, это область 110.01, подтвердив тем самым настрой двигаться дальше на укрепление американского доллара по отношению к японской иене. И следующая целью роста это область 111.013. Ближайший разворотный уровень по данной формации пока оставляем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу на прошлой неделе по цене 109.14. Пара австралийский доллар, американский доллар также вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы 11 и 14 мая. Пробили данный уровень. Даже был ретест, который давал возможность присоединиться к данному импульсу в сторону ослабления австралийского доллара по отношению к американскому доллару. И на текущий момент тенденция сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 74.12. Следующая отметка это 73.68. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы также 11 и 14 мая по цене 75.67. Еврофунт вчера во второй половине торговой сессии смог закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы также 11 и 14 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит на текущий момент фазу нисходящего движения. Цели по данному снижению это область 87.27. Ближайший разворотный уровень по данной формации оставляем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 88.18. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция в рамках часового таймфрейма сохраняется нисходящая. Золото продолжило свое нисходящее движение. Доходили вчера до уровня 1288 долларов за тройскую унцию. Сохраняется данный импульс и следующие вероятные цели по снижению это область 1263 доллара за тройскую унцию. На текущий момент ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимальные значения, которые были зафиксированы 11 мая по цене 1325 долларов за тройскую унцию. Ну и будем корректировать эти уровни. Вход за ценовым движением. Нефть марки Brent продолжает свое движение восходящее. Следующие цели роста остаются пока прежними. Это область 81.60. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма находится на минимальном значении вчерашнего дня. Это отметка 78.34. Ну и среднесрочный располагается на уровне 76.98. Это минимальное значение 14 мая понедельника. По индексу DAX общее направление на текущий момент также сохраняется восходящее. Ближайшая область поддержки пока не преодолена. Это отметка 12889. И пока торгуемся выше данного уровня, основное направление остается восходящим. Ну и то остановку, которую мы видим сейчас, рассматривается как боковое движение с основным ориентиром на возобновление роста. Ну и соответственно подтвердить импульс восходящего движения индекс DAX может нам преодолев максимум вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 13 тысяч ровно. Ну и биткоин. По биткоину сегодня с утра мы видим уже торговлю ниже минимальные значения, которые были зафиксированы вчера во вторник. И также мы преодолели минимальные значения 14 и 12 мая, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нас возвращает фазу нисходящего движения по данной формации. Цели снижения это область 7551. И отмена нисходящего сценария, то есть ближайший разворотный уровень, последует после обновления максимальных значений, которые были зафиксированы 14 мая по цене 8 тысяч 845. Пока торгуемся ниже данного уровня на текущий момент, это уровень, который актуален сейчас, то тенденция нисходящая сохраняется, а после преодоления данного максимума уже сможем говорить о возобновлении роста. Поэтому продавцы сейчас по данному инструменту остаются в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok